В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ждать ли вторую волну у главврачка Б-50 рассказал о ППИД-обстановке в городе? Отстояли статус. Закон о детях военного времени приняли в Нижегородской области. В Сарове прошел финал открытого чемпионата города по баскетболу. Кто стал чемпионом города? Далее расскажем обо всем подробно. Школьников в Сарове досрочно отпускают на новогодние каникулы с 27 декабря из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост идет по всей стране. Какая эпид-обстановка складывается в Сарове, рассказал главный врач КБ-50. Эпид-порог в Сарове превышен на 58%. В структуре заболеваний преобладают COVID-19, грипп и другие сезонные инфекции. Что касается коронавируса, то наибольший пик был зафиксирован год назад. Тогда одномоментно болело 7567 человек. В основном болели омикронштаммом. Он господствовал весь год, протекал легко. Но в последнее время в стационар опять попадают пациенты с большим поражением легких. Этой зимой наряду с ковидом медики борются с гриппом. Большая часть заболевших с симптомами гриппа выделяют вирус гриппа А, H1N1, так называемый свиной грипп. По статистике в России это 69%. Уже встречается и в том числе и у нас в городе микс инфекция. Это когда заболевание COVID-19 сочетается с заболеванием гриппа. Что привело к такому росту заболеваемости, особенно гриппом, в данный период. Такой всплеск связан с тем, что два года этого вируса практически не было. И уровень естественного популяционного иммунитета сильно упал. Единственный способ защиты – вакцинация. Вакцины против гриппа есть в достаточном количестве и в детской, и во взрослых поликлиниках. Вакцину эту сделать надо, несмотря на то, что сейчас идет рост заболеваемости. Потому что по статистике, по предположениям, вторая волна гриппа все равно в следующем году у нас будет. Это февраль-март следующего года. Еще не поздно сделать прививку. Также медики просят не пренебрегать и другими противоэпидемическими мерами. Носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома, если появились признаки ОРВИ. Закон о детях военного времени приняли в Нижегородской области. Его вносили 13 раз и постоянно отклоняли. Потом за дело взялся губернатор. Деньги на реализацию нашлись в резервном фонде. И депутаты закон одобрили. Подробности далее. В Нижегородской области ведут статус детей военного времени. С такой инициативой выступил губернатор Глеб Никитин. Законопроект внесли в региональное законодательное собрание. Согласно документу, под льготной категорией граждан попадают дети и дети-сироты военных годов. А также те несовершеннолетние, которые восстанавливали народное хозяйство в послевоенный период. В следующем году на эти цели выделят более 477 миллионов рублей из резервного фонда областного правительства. Эти льготы, согласно закону, который был принят, он будет распространяться на тех детей войны, у которых никаких нет льгот. Ведь дети войны – это и узники, и труженики тыла, и блокадники Ленинграда. У них уже есть льготы. А две льготы получать один человек не может. Для тех нижегородцев, которые попадают под льготные категории, предусмотрены меры социальной поддержки. Нагрудный знак «Дети военного времени» – единовременные выплаты от 3 до 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Кроме того, в следующем году для всех ветеранов Великой Отечественной войны планируют выпустить карты Победы номиналом в 1000 рублей по аналогии с Пушкинской картой. Когда узнала все это из интернета, что наконец-то принят закон, на крыльях летала. Потому что нашей целью работы нашей организации – это были два момента. Первое – это добиться принятия закона о детях войны. И второе – это патриотическая работа нашей организации. Проект закона о детях военного времени неоднократно вносили в ЗАГС собрание, но каждый раз его отклоняли. Принятие нового закона – это победа и для Саровской общественной организации «Дети войны». Ее члены два раза отправляли письма на имя президента Российской Федерации, губернатора Нижегородской области, а также в региональное законодательное собрание. И что символично, в этом году отмечается 100-летие СССР. Мы, дети войны, все рождены в годы Советского Союза. Все мы – люди СССР. И вот в этом году, 30 декабря, будет отмечаться эта знаменательная дата. В честь этого была учреждена медаль «Столетие СССР». Вот такая медаль вручена мне была одной из первых в нашем городе. Новый закон о статусе детей военного времени вступит в силу с 1 января следующего года. Сейчас в Сарове живут более 4 тысяч детей войны. Светлана Ярунова, Евгений Шикриев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Школьные учебники географии обновят. На картах территория России будет актуализирована с учетом новых регионов, сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Глеб Никитин подведет итоги уходящего года. 26 декабря глава региона представит результаты, которых наша область достигла в 2022 году. Речь пойдет о значимых для нижегородцах решениях о планируемых крупных проектах. Выступление Глеба Никитина можно будет увидеть в прямом эфире 26 декабря в 17 часов на нижегородских телеканалах. На сайте информационного агентства «Время.Н» и на официальной странице губернатора Нижегородской области ВКонтакте. Сотрудники ГИБДД до 8 января проводят сыровую информационную акцию «Зимние каникулы». Дорожные полицейские будут беседовать с водителями и пешеходами, напоминать, как важно соблюдать ПДД. Кроме этого, они осмотрят горки на предмет безопасного спуска. Проведут профилактические рейды трезвые водители автокресла детям. В этих акциях примет участие и Дед Мороз. Юная шашистка Алиса Рубцова победила в номинации «Молодое дарование» вне олимпийских видах спорта регионального конкурса «Лучший в спорте-2022». Девочка занимается в объединении шашки Дворца детского творчества у педагога Олега Васенькина. Неоднократно Алиса становилась победителем и призером всероссийских соревнований, а летом завоевала серебро молодежного чемпионата мира по шашкам. Новогодняя сказка. Саровский драматический театр представил новый спектакль «Одолень трава». Его поставил нижегородец Андрей Богданов. Накануне премьеры наша съемочная группа встретилась с режиссером. Историю о наивной доброй девочке Марфеньке, которая одна отправилась бороться со злом, покажут на сцене саровской драмы. Ее жених Иван попал в плен, а брат Егорушку унесли в дальние края черные лебеди, прислужники дочери Тугарина, принцессы Забииды. На своем непростом пути девочка встретит много препятствий и искушений, но доброе сердце обязательно подскажет, как поступить правильно. Из собой она берет верное средство – «Одолень траву». Разумеется, в каждой сказке есть тема добра и зла, в которой добро, разумеется, побеждает. Но в данной конкретной сказке и в этом спектакле, наверное, главная тема о том, что волшебство, оно всегда существует в содружестве с добром, с чистым верным сердцем человеческим, с верностью и с чувством любви. В основе спектакля «Одолень трава. Русский фольклор». В 1965 году драматург Валентина Любимова написала одноименную пьесу, по которой поставили спектакль. В новой версии сказки изменилась темная сторона. Теперь злодеи живут не в восточном мире, а в мире фэнтези, куда и отправилась главная героиня. Дух мэр! Пусть ярче сияет! Да, образилась старая! Да разве поваренок мог пойманить русского мальчика? Сам попал ты на приманку! Убирай все твои глаза! Спектакль «Сказка» – это кружево русских фольклорных мотивов. Каждому герою здесь нашло свое место и доброму, и злому, и хитрому. Мне, наверное, ближе тетенька Наталья из этой пьесы. У нее уже есть какой-то жизненный опыт, и она напутствует главную героиню. И ее слова, ее мысли мне очень близки, как человеку. Показать различия двух миров, их конфликт – светлого, доброго, русского и темного, фэнтезийного – помогают костюмы и декорации. Персонажи из Руси в традиционных народных костюмах, а образы злодеев мрачные, богатые и стильные. Наряды героев подчеркивают их характеры. Сказка страшная все равно. Как ни крути, она страшная. Конечно, не хочется никого напугать, разумеется. Но я думаю, что детям от шести лет и взрослым она будет очень интересна. Не знаю, как маленьким совсем малышам, но первые классы, вторые понравятся, я считаю. Найти для себя что-то интересное и поучительное в этой истории, вне всяких сомнений, смогут и взрослые. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». В спорткомплексе «Юниор» прошел финал открытого чемпионата города по баскетболу. В состязаниях участвовали команды в НИИ, в предприятии и организации «Сарова». В рамках чемпионата прошло 43 игры. Саровская баскетбольная команда «Полёт» существует уже около семи лет. Игроки неоднократно выезжали на чемпионаты области, участвовали и в местных состязаниях. Команда всегда выходила в призеры открытого чемпионата города по баскетболу. Но в этот раз «Фортуна» была не на стороне баскетболистов. «Полёт» занял четвертую строчку турнирной таблицы. Есть у нас тренировки два раза в неделю. Уходим, играем, тренируемся, броски тренируем, где-то комбинации. Мы всегда были в призерах, но сегодня не удалось нам войти в тройку. Сами видели, была игра напряженная. Баскетбольную команду «Жемчужина» образовали молодые спортсмены в запасе. В этом году «Жемчужина» дебютировала на городском чемпионате. Вышла в финал и поборолась за третье место. Игра за бронзу была нервная и напряженная, так как команды «Полёт» и «Жемчужина» шли почти наравне. Разница в финальном счете была всего в два очка в пользу «Жемчужины». Настрой был боевой. У всех парней горели огни в глазах, скажем так. И был дружный коллектив, который способен обиграть любого соперника. Я вот сегодня это увидел. Эмоции сумасшедшие, я думаю, там сейчас раздевалка разносится. Еще учитывая, что сегодня день рождения баскетбола. 21 декабря – это день рождения баскетбола. Поэтому там очень хочется уже команды. В открытом чемпионате города по баскетболу участвовали команды в НИЭФ, предприятии и организации «Сарова». На паркет баскетболисты вышли в начале ноября. За это время прошло 43 игры. В финале за лидерство чемпионата столкнулись команды «Союз» и «Звезда». С самого первого тайма «Звезда» хорошо повела игру, вырвалась вперед и по итогу взяла золото чемпионата. А лучших игроков пригласили в сборную Саровского баскетбольного клуба «Атом». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров» 24. Тёмный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов мёда свежего урожая вы найдёте в торговом центре «Галактика». С 22 по 25 декабря там проходит медовая феерия. Тёмный гречишный мёд с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванилия. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мёд акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мёд с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мёд. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет липу до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Доник – 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектар. Качество мёда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мёд по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мёд был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, не его мёд. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного мёда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового мёда за тысячу двести рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового стоят всего тысячу восемьсот рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 22 по 25 декабря. С 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдёте все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова